ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чем он занимается? Вообще давно он находится в Новоалтайске? Комплексный центр города Новоалтайска достаточно давно, уже более 10 лет, действует на этой территории. Кроме того, мы оказываем предоставление социальных услуг на четырех территориях. Это сам город Новоалтайск, Первомайский, Косихинский район, а также Затосибирский. Там не только, насколько я знаю, вы оказываете услуги несовершеннолетним, вообще всем, да, людям с ограниченными возможностями, да? Все верно. Комплексный центр предоставляет услуги как детям с ограниченными возможностями инвалидами и инвалидами, так и детям, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, а также организованная работа с пожилыми людьми, людьми с молодыми, людьми с инвалидностью. Лена Алексеевна, вот информационный портал «Жить вместе», что это за портал, чем он интересен, для чего он создан? Информационный портал «Жить вместе» является вообще официальным ресурсом, официальным сайтом инвалидов России, но интересен тем, что он освещает вопросы жизни, деятельности людей с инвалидностью. Одним из разделов работы портала является карта доступности объектов. Это такая электронная карта, на которой каждый человек с любыми ограничениями по здоровью может найти необходимое им учреждение, может оценить уровень доступности этого объекта по своей нозологии, по своему заболеванию, а также проложить наиболее удобный для него маршрут. А где по краю карта действует? В городе Новоалтайске или вообще по всей России? Эта карта вообще является всероссийской, но в данный момент происходит формирование карты доступности объектов Алтайского края. Уже на данный момент более полутора тысяч учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты уже нанесены на эту карту, в том числе и комплексный центр нашего учреждения. А просто достаточно кликнуть, набрать «Жить вместе» и она появляется? Да, и выходит этот портал, и там прям есть раздел «Карта доступности учреждений». Расскажите подробнее о работе вашего центра. Какие у вас там направления есть? Чем вот в общем интересен? Комплексный центр интересен еще и тем, что в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» проводится планомерная и поэтапная работа по формированию доступной среды для людей-инвалидов. Вообще программа «Доступная среда» действует вообще на всей территории Российской Федерации с 2009 года. И комплексный центр города Новалтайска не отстает от этой государственной программы. Мы проводим, в нашем учреждении проводится работа по формированию доступности для людей-инвалидов, архитектурной доступности, создания безбарьерной архитектурной среды, по предоставлению и равного доступа к получению социальных услуг всеми категориями граждан с нарушениями в развитии. Вот мне бы хотелось тоже рассказать, какая работа проведена в комплексном центре по созданию доступности наших объектов. Для людей малобобильных групп населения, для людей с нарушениями порнодвигательного аппарата, для людей-инвалидов-колясочников, вообще наш комплексный центр оборудован санитарно-гигиеническими комнатами, кнопками вызова специалистов. Есть пандусы, различные поручни как внутри здания, так и вне здания. Для людей слабовидящих в учреждении оборудованы тактильные таблички. Это специальные таблички, на которых рельефными буквами нанесена какая-то информация необходимая, а также информация продублирована точечным шрифтом по Брауле. Поэтому такие таблички могут прочитать как люди с нарушением зрения, так и люди, остальные посетители нашего комплексного центра. В нашем помещении оборудованы входные двери с световыми маяками. Есть звуковые информаторы с датчиками движения, которые позволяют информировать людей с нарушениями зрения о предоставляемых услугах комплексного центра. Это является, в принципе, очень отличным средством информирования в больших помещениях слабовидящих людей. Кроме того, не только касается слабовидящих людей при образовании нашего комплексного центра, но и для слабослышащих. Нами приобретено и установлено информационное табло, бегущая строка, на которых выводится вся необходимая актуальная информация о работе наших учреждений. Нами установлены специализированные и пришли обучения специалисты по сурдопереводу. Благопеды-дефектологи изучили основы сурдокоммуникации, освоили русский жестовый язык. Поэтому, когда людям с нарушениями слуха необходима помощь и сопровождение в различные учреждения, города, районы, мы эту услугу предоставляем им. Кроме того, в нашем учреждении открыты пункты проката технических средств реабилитации для людей с инвалидностью. Также пункт проката позиционного оборудования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Все это оборудование раздается бесплатно на срок до одного года. Но вы работаете в вашем центре, еще раз хочу уточнить, на Валтайск и район, да? Валтайск, Первомайский, Косихинский, Район, Затосибирский. То есть обращаются в район, тоже к вам обращаются, да, за помощью? Да, конечно. У вас буквально такой, знаете, образцовый, получается, центр. А большое количество, я не знаю, в год, допустим, обращений, есть какая-то у вас статистика? Ну, только по детям с ограниченными возможностями здоровья детям-инвалидам более 600 человек у нас получают по всем нашим филиалам. Дети, находящиеся в социально опасном положении, более 270 – это город, Новоалтайск, Затосибирский, Первомайский район, Косихинский район, 29, Первомайский, 71. Пожилой возраст и инвалиды, там тоже достаточное количество граждан получают социальные услуги. Все, мы работаем в рамках 442-го закона, поэтому все граждане, которые хотят получить, они имеют право обратиться к нам, да, и мы никому не отказываем, даже за пределами наших территорий. А много у вас специалистов? Специалистов у нас, ну, у нас вообще три отделения работают. Ну, полностью укомплектованные. Полностью укомплектованные, штат, более ста специалистов у нас работают на всех филиалах. Ну, а есть добровольные помощники, волонтеры, кто-то помогает вам? Большую помощь нам оказывают и в реализации наших социальных услуг, и в реализации также доступной среды. Это наши волонтеры, помощники. Это как представители различных организаций, города Новоалтайска, города Барнаулы, наших районов так, и просто частные люди, которые неравнодушны к нуждам. И вот, пользуясь случаем, мне бы хотелось поблагодарить наших постоянно. Поблагодарите. Да, поблагодарить наших, те, кто нам всегда помогает, кто не остается равнодушным, кто всегда к нам отзывается, приходит на помощь. Это и Кипяток, ДПС-контроль города Новоалтайска, различные учреждения города Новоалтайска, детские и художественные школы, молодая гвардия, СГУПС, дыхание жизни в городе Барнауле, Барнаульский следственный отдел и ряд других организаций, которые просто молодцы. Наверное, к кому обращаетесь, практически никто не отказывается, понимая значимость, социальную значимость вашей работы. Наверное, все идут навстречу. И плюсами обращаются, плюсами звонят и предлагают свою помощь. Но, тем не менее, вот хотелось бы узнать, финансирование работы по созданию этой доступной среды, каким образом осуществляется? Финансирование вообще по работе доступной среды осуществляется за счет включения социальных учреждений в федеральные и краевые программы при поддержке губернатора Алтайского края Александра Богдановича Карлина. Вот у вас понятно, что есть план определенной работы. Можно сказать, что вы его выполнили в 2017 году? И, наверное, есть уже план на 2018 год. Может, поделитесь? Ну, вообще, в учреждении, конечно, в 2016 году была проведена паспортизация всех трех наших учреждений, трех объектов, и разработан, утвержден план по созданию условий доступности нашего центра. И все, что планом мероприятия намечены, в 2017 году они все выполнены. Тем не менее, на 2018 год тоже, наверное, есть планы, потому что я не думаю, что вы все сделали, да? Нет, мы дальше включены, дальше в программу доступной среды федеральную и краевую, которые я уже сказала выше, у нас дальше запланировано оборудование санитарно-гигиенических комнат на стационаре для деток с инвалидностью, которые у нас там находятся. Ну и дальше все в этом рамках доступности. Елена Алексеевна, большое спасибо вам за вашу такую важную работу общественную на самом деле. Удачи и до новых встреч. Спасибо. Спасибо. До свидания. Я напоминаю, что у вас в гостях была заведующая отделением реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья комплексного центра социального обслуживания населения города Новолтайска Елена Алексеевна Шостакова. Спасибо за внимание. До встречи.